В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете продолжается реализация президентской программы социальной газификации. Для нас это впервые такие темпы газификации. При администрации Ленинского городского округа заработал Центр помощи семьям призывников. По информации, которую я получил, подавляющее большинство наших семей получило эту выплату. В историко-культурном центре прошла интеллектуальная игра Росквиз. Команды ответили на вопросы выше среднего. В муниципалитете продолжается реализация президентской программы социальной газификации. О том, как и тут дела, обо всех сроках и нюансах, можно было узнать на брифинге, который для жителей Ленинского городского округа провел директор филиала акционерного общества «Мособлгаз Юг» Игорь Маркелов. Для нас это впервые такие темпы газификации привлекаемых строителей. Не всегда получается все гладко с первого раза, и чтобы все быстро и качественно. Открыто, емко, откровенно о социальной газификации директор филиала акционерного общества «Мособлгаз Юг» Игорь Маркелов провел встречу с жителями муниципалитета, где каждый желающий мог лично задать вопрос и получить ответ. В преддверии зимы самым острым моментом стали сроки выполнения работ. Вот до сих пор у нас не было ни мастеров на участке, никто не способен сказать, когда будут выполнены, когда границы участка, когда обращены, работаем в границах участков. 8 ноября вышло у нас альфа-трейд-колога предприятие. До 15-го они обещают сделать, а конкретно тогда по вашему дому до 12 ноября контактные данные ваши есть. По словам Игоря Маркелова, темпы газификации в Ленинском округе высокие. На сегодняшний день построено более 11,5 километров газопровода. Работы выполнены в 44 населенных пунктах и до конца года завершатся еще в 7. Мисайлове, Таболове, Молокове, Ощерине, Мамонове, Боброве и Видном. На брифинге детально рассказывали обо всех этапах и нюансах процесса. Две недели назад разрыли яму, тем самым перекрыли дорогу. То есть шесть домов полностью заблокированы. Андрей Беевич, возьми. А там? Все дорожное покрытие после строительства газопровода будет восстановлено до того состояния, которое было перед строительством. Встреча продолжалась около часа и оказалась очень продуктивной. Газовщики не оставили без внимания ни один вопрос. Каждый взят на контроль и будет проработан. Для меня, допустим, это полезно. Потому что я думаю, что так как ответа не получил, потому что вопрос непростой по газификации нашего поселка и приличной встрече, которую руководитель назначил, я думаю, что какие-то подвижки по нашему поселку произойдут. Напомним, что подключиться к программе социальной газификации очень просто. Это можно сделать на сайте и в офисах МОСОБЛГАЗа или на портале государственных услуг. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сразу после начала частичной мобилизации при администрации Ленинского городского округа был открыт Центр помощи семьям призывников. В начале его работы ежедневно специалисты обрабатывали по 30 заявок. Сейчас поток значительно уменьшился. Основной вопрос, к которым люди обращаются – единовременная материальная выплата. В Подмосковье она составляет 195 тысяч рублей. На днях муниципальный центр посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. По информации, которую я получил, подавляющее большинство наших семей получило эту выплату. Осталось буквально 20 человек, которые решают эту проблему в точечном порядке. В основном связано с техническими проблемами. Я думаю, что в ближайшее время эта цифра будет близка к нулю. В Центре оказывают и другие виды помощи. Например, социальную и психологическую поддержку. Специалисты всегда на связи с семьями мобилизованных. Кроме этого, есть еще и другой порядок. Например, я как депутат Московской областной думы, у меня есть свой фонд. И я через этот фонд выделяю средства тем, кто приходит непосредственно ко мне на прием в точечном порядке. У меня есть несколько семей в каждом муниципалитете, что называется, подшефных. И мы с ними и держим связь. Поэтому этим людям помогаем сами. Ну и, конечно, и другим, тем, кто обратится. Это я говорю как от себя. И это далеко не все. В ближайшее время губернаторской выплате должна прибавиться президентская. Сейчас Министерство обороны разрабатывает план ее получения. В Ленинском городском округе на время закрытия участка за Москворецкой линией метро 27 автобусных маршрутов изменят схему движения. Изменения вводятся на период с 12 ноября на срок около шести месяцев. По информации Дептранса Москвы, за время ремонтных работ будет реконструирован тоннель протяженностью 120 метров на участке от станции Царицыно до Кантемировской. Просим пассажиров учитывать информацию при планировании поездок и обращать внимание на навигацию и информационные стикеры в транспорте. В историко-культурном центре прошла интеллектуальная игра «Росквиз», организованная местным советом сторонников партии «Единая Россия». В состязании приняли участие старшеклассники видновских школ. Потребнее о мероприятии расскажем в нашем сюжете. Местный совет сторонников партии «Единая Россия» провел интеллектуальную игру, посвященную Дню Народного Единства. В «Росквизе» приняли участие три команды из образовательных учреждений города Видное. Парадигма из второй школы «Десяточка» из десятой и команда «Связь» из первой. Ребятам предстояло ответить на 30 вопросов по истории и культуре нашего государства. «Команды ответили на вопросы выше среднего. О чем можно говорить, так это о том, точно можно говорить, что у ребят знания русской культуры, вообще культуры народов России, культуры каждого из народностей, у ребят знания на очень высоком уровне». Старшеклассники активно отвечали на вопросы ведущего. В этом году «Росквиз» поменял свое содержание. В заданиях не осталось готовых ответов на выбор, и команды сами писали нужный комментарий. На обдумывание отводилась всего одна минута. Учащаяся видновской школы номер два Василиса Неваленная рассказывает, что сильная сторона ее команды – это отличные знания по истории. «Сможности были, в принципе, с вопросами, о которых… Ну вот там был вопрос про этнографы не знают. Вот если этнографы не знают, откуда должны знать мы? То есть с вопросами особенно неочевидными. С очевидными мы, понятное дело, справлялись». По итогам интеллектуальных соревнований первое место заняла команда «Парадигма» из видновской школы номер два. «Это просто великолепная эмоция, я считаю, потому что мы смогли обыграть 10-11 класс достаточно с большим отрывом очков. Мы буквально за три часа до того, как мы сюда поедем, узнали. Поэтому подготовка у меня происходила на уроке физкультуры, я читал все дела, статьи всякие». Вторыми финишировали ребята из 10-й школы. На третьем – команда связи с первой. Все участники игры получили дипломы, грамоты и подарки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Новую интерактивную программу для детей и взрослых представили работники Музея крестьянского быта в деревне Горки. Она получила название «Учение свет». В ходе нее участники смогут узнать об истории преподавания в России, попробовать себя в каллиграфии и попытаться решить задачи из учебника XIX века. Подробности узнал Максим Козлов. Старинные фотографии, приборы для письма и выставка «Школьный путь», которая является частью музейной программы «Учение свет», призваны погрузить посетителей в атмосферу прошлого, познакомить с основными понятиями, из которых складывалось преподавание в XIX-XX веках. Особое внимание уделяется школьной форме. Форма начала появляться с 1834 года при Николае I. Она первоначально была очень такая, как военная. Были большие тяжелые пальто. Дальше уже начали облегчать ее. Для девочек не было таких стандартов. То есть считалось, что длинное темное платье должно было быть простого покроя. И сверху был или черный фартук на ежедневное, на будничное время, или праздничный белый фартук. По сути, основные черты школьной формы оставались неизменными до распада СССР. На выставке «Школьный путь» помимо тетради, игрушек, популярных когда-то журналов «Костер», «Пионер» и «Веселые картинки» представлены образцы одежды учащихся советского периода. В глазах видно зависть детей, что было так очень красиво. Все в одинаковой форме, все в красивых белых фарточках на праздник, мальчики в белых рубашках. Очень было даже красиво. Помимо этого, участников программы ждет экскурс в историю появления первых школ, а также они узнают о зарождении и развитии общего образования, которое стало доступно и небогатым людям. Но самое интересное – практика. Во второй части мы даем возможность порешать задачки из 18-19-20 века. То есть даем свои из этих учебников задачи, загадываем, и дети сидят, стараются их решить. Очень сложно на самом деле задачи, не все могут решить. Еще одно испытание, которое необходимо пройти участникам программы – каллиграфия. Мало того, написать, например, собственное имя предлагается не обычной шариковой ручкой, а перьевой с помощью чернил. Задача не из легких. Всем очень нравится попробовать написать своей рукой, вот именно перьевой ручкой, потому что там нужно специальный наклон держать, специальное надавливание вниз, вверх, посильнее, послабее. То есть они, конечно, пробуют, но интерес возникает у детей. Программа «Учение свет» создана в рамках Года культурного наследия народов России. Она рассчитана на детей 7-10 лет. Впрочем, много интересного узнают и взрослые. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. А я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова